Казаченкова С его подачей зенитовцы справились и затем здорово разыгрывают комбинацию и завершают свою атаку результативным попаданием. Пока не могут сняться Семышев и здесь не получается сняться с подачи Воронкова. Будет атака у Зенита. Пушка какая Федора Воронкова. Четыре очка подряд на подачу Воронкова набирает Зенит. 9-6. Россия подает. Клюка принимает. Обманный удар. Как раз в линию попал. Да, совершенно верно. Покорачивает. Януто принимает. Принимает на сторону Зенита. Активий стал таким знаковым клубом с 2012 по 2019 год. Аж 7 лет Андерсон играл в Казани. Также под брендом «Зенит». Очень тяжело играть. Здесь еще первый тур. Но тем не менее. Борьба была навязана. Но особых дивидендов это Немтянику не принесли. Ему 21 год. И, конечно, просится сказать, что он родственник или сын Константинова, тренера «Локомотива». Но нет. Евгений Левьев говорит, что нет. Совсем другая семья. Вот как, говорю, высоченный прыжок. И передача за голову. Казалось бы, в никуда. Но нет. Принявший мяч. Александр Петеркин. И центральные блокирующие. Артем Довгань. И Виктор Никоненко, капитан команды. Кобзарь сейчас очень правильно распорядился. Подкрался со второй линии. Люка спокойно играет на приеме. Пайп какой. Это даже пайпище от Федора Воронкова. Потому что он приносит 4 сетбола питерскому «Зениту». Локомотив. 16-16. В третий. Воронков выводит вперед хозяин. Не ожидали такого отскока. И Алексей Карпенко подает. Гребенников принимает этот мяч. И в атаке Федор Воронков. Федор Воронков ответил тем же. Хороший атак. Без атаки. Нова. И контратака «Зенита». Это пайп в исполнении Воронкова. Воронков. Молодец. Какое разнообразие комбинации, а? Никель. Укороченная. И мяч на стороне «Зенита». Контратака. Воронков пайп. Блестяще разыгранный эпизод. И преимущество «Зенита» увеличивает. Не было времени подставить руки под этот мяч. Такой сильный был удар. Воронков в атаке. И выигрывает. Воронков в роли капитана команды. Титич. Блестящая передача Ковалева. Одной рукой. Правда, не забивает Воронков, но делает это со второго раза. Титич старался, но трудный был мяч. Очень трудный для приема. Есть прием от Воронкова. Космина блокирует. А вот здесь неразбериха в действиях «Зенита». В итоге Гребенников переводит мяч на половину «Локомотива». Розыгрыш продолжается. Ну, а теперь уже Воронков ставит в нем точку. 18-13. Через трос. Воронков от души прикладывается. 5-6. Наподача. Фланер. Клюка принимает этот фланер. И Федор Воронков на одиночном блоке. Эффектный удар по диагонали. Это вот я сказал сейчас, рассказываю, вот Ковалев, который сделал передачу. Ну, наконец-то Федор Воронков. Вот важно, чтобы вам заработать. Видите, Ковалева передача практически без блока. Егор Клюка хорошо принимает. Волков в атаке. Воронков. Извините, в атаке, да. И забивает. Доигровщик «Зенита» из Кетербурга. Стабильность. И ход на кровь в нужный момент. Тыру подавал. Воронков забивает. И выводит «Зенит» вперед. 1-0. Да, удушевляет. Да, вновь были близки к тому, чтобы выиграть этот мяч на блоке «Динамокси». Но нет. Гребенников принимает его подачу. А вот так Воронков и забивает. 13-я очка. Еще одна укороченная. Еще один прием Дмитрия Волкова. И теперь уже Сэм Деру атакует. Атаку бельгинцы заблокировали. Волков первый темп. На месте Женя Гребенников. Сохраняет мяч и Казань. Деру неудобно. Но атакует Сэм. 9-5. После атаки Федора Воронкова «Зенит» из Питера уходит в отрыв. В начале второй партии уже плюс 4. И тайм-аут. Тут же Алексей Вербов берет. Чербинин. Клюка принимает. Атака первым темпом в исполнении Костмина. Но мяч в игре Андерсон. Неудачно распорядились казанцы мячом. Как Воронков сейчас, да, определил, что надо делать. Егор Клюка не принимает. Воронков в атаке. Хорошая атака по диагонали. Еще одна хорошая подача Маслиева. Клюка на приеме. Яков Лев. А Кротков мяч оставляет в игре. Как дотянулся Воронков. Воронков 23-11. Ну вот, попробовал. Но Пакшин принял эту подачу и Клес в атаке. Андерсон в защите. И контратака Зенита. Это Воронков. Пользуется преимуществом в своем прыжке и в росте. Перед Егором Кречетовым. И поверх блока скидывает мяч в площадку команды Кузбасса. Повторяет, да, подачу в ту зону. И Воронков с трудом принимает. Но самому атаковать мяч в игре. Вновь Воронков. Без разбега, но выигрывает. Зона это первым темпом. Когда взлет. Вот это когда играют на связующем. Закрепиться как Зенит или каком-то другом клубе. Но пока он штатный игрок команды Афгумилистов. Баранков. Да, долгий розыгрыш. И он завершается выигрышем очка голливаристами Зенита. И разрыв в счете становится совсем необычным. На первой зоне доводка есть. Мяч в игре. Брисящая защита Александра Янатова. Ну, здесь без вариантов. Конечно же без вариантов. За голову короткая передача. В высоченном прыжке за головой короткий мяч. Оставляет Дмитрий Ковалев. А там уже полшаги от атаки. Федор Воронков. Мяч в мяча. И лес. Куркаев. Выбитый мяч. Высокий. Здесь должно быть три блока. Вот они три блока на Мэтью Андерсона. Есть еще одна доигровка у Зенита. И здесь классно разыграл Дмитрий Ковалев. И Воронков с половиной забил, да. Курсов. Андерсона не дает забить. Воронков. Не будет атаки у Белогория. Ну и все шансы у Зенита быстро этот розыгрыш сыграть. Но пока Федор Воронков вообще в последних матчах очень здорово выглядит. Ну а сегодня просто самая надежная опция в атаке у Зенита. Это подтверждается и процентами. И Максим Космин, они вам, кстати, в начале нашего репортажа не сказали. Сказали, что вот команда Зенита одна из самых успешно блокирующих в этом чемпионате. Ну а между прочим, Максим Космин в этом чемпионате 45 блоков уже совершил. Алексей Вербов решил сохранить его. А это есть Федор Воронкова. Не успеет Илья Федоров. Вот так. Молчал всю игру. В концовке четвертой партии подал на вылет Федор. И сейчас подает 2-0. Вот такой старт от Питера на тайбрейке. Забег Ильи Федорова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.